Вот это продукты, которые сегодня будем использовать. Это кокосовое обыкновенное вирджин масло. Так, вот это массажеры. Я вам расскажу, что это такое. Так, это гуаша. Тоже расскажу. Мои щипчики. И здесь небольшой набор моей косметики. Как бы это, конечно же, не всё. Но я вам это всё покажу, что я использую. Это тушь, пудра компактная. И рассыпчатая, румяна от Kiko. Нагид Urban Decay. Блеск. Так, Urban Decay. Блеск для губ. Кисточки. Криолан. Для контура лица. Спонж, конечно же. Карандаши для губ. Для глаз я вам всё расскажу, как этим пользоваться. Так что, вот, посмотрите. То есть, вообще, минимум всего нужно. Праймер, конечно же. Вот это перед тем, как мы начнём делать мейкап. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Юля. Мне 49 лет. Я хочу показать вам, как использовать минимум косметики на своём лице. И выглядеть при этом очень молодо и замечательно. Сегодня мы будем делать лёгкий дневной мейкап. Так что, смотрите. Я надеюсь, вам понравится. Так, перед началом мы начинаем. Я беру просто кокосовое обыкновенное джорджин масло и просто чуть-чуть увлажняю свою кожу. Моя кожа, она ничего не воспринимает. Она просто любит кокосовое масло. То есть, я его везде наношу. Вот так. Вот так. Область декольте, конечно же. Я люблю очень свои плечи мазать. Вот так вот немного. Всё. После этого, я вначале показывала видео, как я это использую. Я беру гуашу. То есть, я чуть-чуть раздражаю свою кожу. Делаю ей приятно. Делаю массаж. Утром я гуаши делаю очень каждую эту область. Я прорабатываю по 10 раз. Вот так вот берёте обязательно. Всё прорабатываете. То есть, ваша кожа вам будет благодарна за это. Вот так. Брылья, чтобы обязательно отработали. Потому что, как известно, после женщины, после 40, мужчины, после 40, у нас у всех отрицает брылья. То есть, если вы не хотите к этому прибегать, к операции прибегать раньше времени, лучше всего это всё делать. То есть, конечно же, хотя бы чуть-чуть разбаловать свою кожу, делать массаж вот такой небольшой. То есть, вот гуаши, это, конечно, это просто находка. Переворачиваем гуашу. Можно вот так вот щучки проработать, чтобы всё по линиям, по массажным линиям. Хотя бы понемножку, видела гуаши, по-разному делая. То есть, вот здесь вот останавливают. Но это я делаю утром. Вот этими кончиками можно делать здесь совсем чуть-чуть. Просто даём, чтобы кровь у нас везде плела к лицу. Ну, то есть, освежаем нашу кожу, обязательно веки, чтобы везде, везде было очень приятно нашей коже. Вот так. Подкладываем гуаши. Я ещё беру вот такой вот, у меня есть массаж. Он очень удобный. И так же немножко прорабатываете, опять же, в брыне своей, в области бородка, шеи. То есть, это очень-очень приятно. И ваша кожа вам будет очень благодать. Вот так. Немножку, совсем немножко. Так. Теперь обязательно после масла мы берём вот так вот. Ну, вот. Салфуточку. Немножечко. Обычно только перед мейкапом мы это делаем. Обычно я всё оставляю, потому что кокосовое масло, оно имеет такое свойство. Оно впитывается очень хорошо. У меня, как бы, в принципе, моя кожа очень хорошая. Вот. И она не нуждается в дополнительных кремах. Я перепробовала всё. Всё, что возможно. Я перепробовала. Вплоть до лапрери. Ничего не помогает. Ничего не подходит. Кроме кокосового масла. За кокосовое масло мне и моя кожа очень благодарна. Ну что, начнём, друзья. Первое, что мы... Я не буду смотреть в камеру, буду смотреть в зеркало. Вот. Первое, с чего мы будем начинать, это же... Это, конечно же, тональный наш любимый крем. Я сегодня использую крем. Вот такой вот. Make Up For Ever. Вот. Это мой тон. Я не буду вам рассказывать про тона, но я надеюсь, каждый свой тон может попробовать, пойти в магазин. И вот так вот, совсем немножко. Он достаточно пигментированный для дневного мейкапа. И я всегда наношу для себя, для себя любимый, любимый тональный крем безымянным пальчиком. Мне это очень нравится. Вот так. Вот так. Я немножечко совсем нанесла тонального крема. Не хочу перебарщивать совсем чуть-чуть. Да, то у нас же ещё будет консилер, без которого нам не обойтись в определённом возрасте. Вообще, у меня дочка мейкап артист, она обучалась в Англии. Вот. И как там говорят, без консилера это вообще не мейкап. То есть, мейкап... Консилер надо наносить обязательно. Обязательно пробуйте его. Разный пробуйте. Вот. Я буду использовать Тарта. Очень мне нравится он. Вот. Так. Я забыла положить праймер. Вот. У меня Glam Glow. Вот такой вот праймер. Праймер я совсем его чуть-чуть использую, только для такого, знаете, для чуть-чуть блеска. То есть, его, если вы забыли положить, у нас очень тонкий тональный крем, поэтому вы можете его и сверху наложить чуть-чуть. Вот. Обязательно я люблю на область губ положить его, потому что он блестит. Мне вот немножечко с блеском праймера очень нравится. Вот. Они такие, знаете, освежают, как будто бы кожа. Все равно, как бы после 40 уже кожа немножко тускловато. Вот. Так, положили наш праймер. После праймера, вот сюда немножечко мы размажем. Так, после праймера, так, я забыла сделать брови. Давайте чуть-чуть, буквально дайте мне две секундочки. Вот так. У меня их не так много, этих бровей. Давайте прям поправим чуть-чуть брови. Обычно я это делаю каждый раз перед каждым мейкапом. Знаете, чтобы мейкап был очень аккуратный. Так. Все сделали. Так. Это отложили. Так. После этого мы берем консилер. Консилер, как я уже говорила, у нас Тарта. Вот. Очень мне нравится. Ультра Креме называется. Ну, у него, естественно, своя. Свой номер. Так. Я беру совершенно очень мало, точечно. Накладываю обязательно на кончик нос. Вот сюда. Потому что здесь, где красные пятна, обязательно на морщинку. На верхнюю часть губы. Опять же, где у нас красные места могут быть. На кончик подбородка. Он достаточно пигментированный. И поэтому я советую брать очень мало, сильно много не кладить. И притаптывающими движениями начинаете его раскладываться. Вот так вот. Вот так. Я как бы, я вот прям, я совсем не люблю его много. Все места, которые вам не очень нравятся. Которые, кажется, что... Я сегодня подкрашивала чуть-чуть реснички. И я задела кожу. Поэтому я немножко взяла побольше сейчас. Чтобы было вам показать, чтобы мейкап был аккуратным. Вот таким образом. Разложили одну сторону. Вот видите, если видно вам сразу, видно этот глаз, насколько темный. Вот так же. Опять же берем. Все притаптывающими движениями. Очень-очень аккуратно. Вот так вот. Пигментные пятна. У меня возрастные начались пигментные пятна. После 45. Вот. Вот так уберете понемножечку. Прям понемножечку. Днем вам не надо много использовать мейкапы. Тем более тонального крема. Вот так. Вот так вот. Все раскладываете. Разложили. Так вот. Вот будет очень аккуратно. На губы мало кто накладывает. Но я за то, чтобы на губы все-таки положить перед помадой. Потому что консилер, он более щадящий, чем помада. У нее нет такого химического, химической формулы. То есть вот все пятнышки, которые вам не нравятся, вы берете. Забили консилером. Вот так. Вот так. Вот так. Все пятнышки, которые нам не нравятся. Забиваем. Чтобы подносим. Чтобы у вас аккуратненько было лицо. То есть вот. Обязательно. То есть у вас вот эти вот зона Т. Она должна быть проработана полностью. Вот. Я забила свои пигментные пятна. Таким образом у нас лицо стало аккуратненьким. Так. После этого, друзья, берем наш спонж. Я его уже предварительно смочила. Он у меня уже мокрый. После обмакивания берешь, берем его, просушиваем чуть-чуть, чтобы он не был совсем мокрым. И прям вот совсем чуть-чуть спонж я советую всем покупать. Очень мягкий. Только чтобы очень хороший был. Ни в коем случае не жесткий. Чтобы он не раздражал вашу кожу. Я хочу добавить немного консилера на мой нос. Потому что нос... Я хожу, загораю очень часто. Вот. И у меня нос как бы в первую очередь, несмотря на то, что я все время использую SPF, нос, конечно, у меня загорает прям как надо. Вот. Ну, я люблю наслаждаться жизнью, поэтому я не могу сказать, что я прям вот так вот аккуратненько. Вот так вот. Видите? Все. То есть убрали всю жирность. Но так как мы использовали праймер, вы видите, да, у нас лицо очень приятное. Такое, знаете, живое. Видите? У меня очень хорошего цвета тональный крем. Я красная. Я кожу не крашу. Декольте не люблю красить. Я была на... Я не знаю, как это по-русски сказать. Хайкинг. Мы ходили в горы. В скалы наши. Вот. Я живу в Дубае. Вот. И немножко подзагорела. Вот. А так у меня, в принципе, как бы у меня нормальная кожа. Так что вот такие дела. Вот так вот мы обработали нашу кожу. После этого мы берем... Так, я вытираю свой пальчик, которым я использовала. Я беру кисть. Кисть для контуринга. Я использую контуринг. Это, в принципе, пудра. Она обыкновенная. Пудра темная. Она мне очень нравится. От Креолан. Она очень пигментированная. Цвет у нее очень хороший. Я не знаю, я уже использую ее года два. Я не могу ее использовать как... Вообще пудрой очень мало пользуюсь. То есть я наношу контуринг. Контуринг всегда наносим, начиная с виска. Чтобы вот в этом месте у вас не было пятен. То есть вот так вот очень-очень красиво. Еле-еле задевая кисточкой. Кисточка очень хорошая. Я всем советую покупать кисти из натуральной. Натуральная только, потому что иначе вы рассорапываете всю кожу. То есть контуринг, вы сами понимаете, да, что это такое? Это мы хотим заузить наше лицо. А чтобы заузить наше лицо, то есть мы начинаем прям от волосяной части вести к нашему, к нашим щелочкам. И показать, то есть заузить наше лицо. Вот. Посмотрите, как красиво. Вот так. Если вы хотите, вы можете чуть-чуть добавить на веки. Вот так, чтобы у вас ровно лицо смотрят. Вот так. Так. Все. Я думаю, достаточно. После этого мы берем кисть и берем румяну. Румяну я сегодня взяла... Так, секундочку. Это у нас кико. Вот такой вот. Кико. Вот такой вот цвет. Очень такой, знаете, дневной. Очень приятно. Опять берем, начиная от виска. И прям совсем чуть-чуть. Прям еле задевая. Вот так вот. Прям еле задевая. Делаем румянки наши. Вот так. Вот так. Очень мне нравится, что у нас получается. Опять же, этими румянками я беру, вы можете вот так вот использовать. Просто чуть-чуть на веки. То есть вы сравняли свое лицо. Так, закрываем наши румяны. Все продукты, когда используются с кистями, еле задевается. Много продукта не берите, потому что у вас получается пятнами наложится. Если вы берете мало продукт, побольше продукт, стряхните об руку и нанеситесь. Ваше лицо не возьмет больше, чем надо. Но если вы его будете накладывать большими кусками, будет некрасиво. Кисти советую, рекомендую мыть раз в неделю шампунем, обрабатывать кондиционером, как обыкновенные волосы. То есть тогда вам кисть прослужит долго, не будет брать много продукта и будет вам приятно работать с этим. Так что и ваше лицо не будет царапаться. Так что поехали дальше. Так, кисть откладываем. Кстати, кисть, которую вы использовали для контуринга, вы можете еще... Я беру вот таким образом, пальчиками, сужаю и делаю небольшой контур на носу. Вот так. То есть вы можете, видите, совсем чуть-чуть заузить свой носик. Все? Все. Вот. Так что вот такие дела. Поехали дальше. Что у нас дальше? Я крайне редко использую. На данный момент у меня не очень хорошая тушь. Вернее, я ее очень люблю. Ну-ка, сифоровская. Тоже ресницы мои. Мое лицо, оно очень капризное. И мои ресницы тоже не любят любую тушь. Использовала разные. Брендовые, ланкомы, диоры, дольче габбана. И все перепробовала. Не подходит. Не нравятся моим ресницам эти туши. Попробовала сифору. Очень понравилась. Ну, последнюю сифору, которую купила, она отпечатывает. Чтобы этого не случилось, есть вот такая рассыпчатая. Вот такую берете кисточку, чтобы не использовать много пудры. Потому что после 40, все-таки видите, когда она чуть-чуть живое лицо, а не забито пудрой. Прям совсем чуть-чуть. Вот совсем чуть-чуть. Вот так вот берете. Я вам хочу показать вот на такой рассыпчатой пудре. Она белая. То есть, как белая. Она, в принципе, прозрачная. Видите? Совсем прям чуть-чуть. Я даже практически не касаюсь. Я вам показываю на рассыпчатой пудре. Есть еще вот такая, точно такая же пудра. Она компактная. Она желтоватая. Но она, в принципе, также прозрачная. Также берете. Видите? То есть, вы освежаете свои веки. И при этом даете возможность не отпечатываться туши на ваших веках. Вот так. Совсем чуть-чуть. Я обмакиваю. Не люблю пудру. Перестала любить. Дочка меня отвела от этого. Так, поехали дальше. Что у нас дальше? Теперь давайте наложим тени. Маленько теней. У нас же дневной. Так. Тени у меня от Шанель. Вот такие. Нюдовые тона. Ну, здесь и поярче есть. Но мы будем использовать только нюдовые. Так. Я возьму вот эти два цвета. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Вы видите, да? Я прям еле-еле касаюсь. Вот так. Прям совсем чуть-чуть. Все кисти у меня натуральные. У меня дочка об этом заботится. Она обязательно мне моет все кисти. Вот так. Совсем чуть-чуть. Есть вот такая плоская кисточка. Я не знаю, как вам ее показать. Видите, совсем плоская. Она очень удобная для того, чтобы сделать маленькую подводочку под глазами. То есть, просто чуть-чуть мы делаем наши глаза выразительными. Очень удобная тушь. Дочка научила меня ей пользоваться. Совсем чуть-чуть. Вот так вот снизу и чуть-чуть как бы сверху. Я ненавижу яркие мейкапы. Крайне-крайне редко. Но, опять же, я делаю только цветные. Я вам обязательно буду показывать, что я делаю. Я люблю красить. Мне это очень нравится. Я практически спокойно могу выйти и без мейкапа из дома. Но мне нравится краситься. Так что, вот так, вот так, вот, видите, замечается, можно чуть-чуть взять белого, чтобы, ну, это бежевый, наверное, такой цвет, и совсем чуть-чуть, то есть, прям вот совсем по минимуму мы делаем, чтобы... Наш мейкап не был вызывающим. Я бы взяла еще немножко вот так вот. И у меня век вот так, как большой, я чуть-чуть, чуть-чуть, видите, не натягивая веком. Вот так. Вот так. Все, видите? Вот, посмотрите, поближе показываю. То есть, я просто немножко сделала глаза свои выразительными. Да, мой взгляд, очень неплохо получилось. Опять же, берем кисточку, которая для пудры, и аккуратно спахиваем, если у нас что-то упало. У меня дочка любит тоналку и консилер накладывать после. Я пробовала, у меня не получается, поэтому я делаю консилер и тональный крем до мейкапа. У меня пока неплохо получается, моей дочке нравится. Так, закрываем наши тени. На вечернем мейкап, естественно, вы можете использовать темные цвета. Вообще, кому нравится, вы можете использовать темные цвета. Я просто не рекомендую. Мне не нравятся темные яркие мейкап дневные. Мне кажется, женщине взрослой выглядит лучше, помоложе и натуральнее, чем все остальное. Как бы даже мой косметолог, я делаю ботокс. Но, правда, я давно уже не делала. Я сейчас очень сильно использую гуаши, и мне это очень нравится. У меня морщинки есть. Но я сейчас перестала немножко делать ботокс, и стала как-то более массажировать свое лицо. Не делаю филеры, мне это не нравится. Немножко у меня закачаны губы, наверное. Всем видно в любом случае. Но это, опять же, я только делаю от морщин. У меня как-то свои немаленькие губы. Если вам нравится этот мейкап, вы обязательно пишите, комментируйте, что вам нравится, что вам не нравится. А я уже буду под вас подстраиваться и чему-то у вас учиться, возможно, вас учить. Но я уверена, кому я показываю, всем нравится. Так что давайте продолжим. Так, сейчас мы сделаем губы. Я беру бежевый карандаш. Мне очень нравится. Сейчас карандаши очень мягкие. Вот так. Все делаем очень натурально. Мне нравится вот так. Я думаю, что неплохо. Так, я беру. У меня вот такой есть от Urban Decay. Так, он справится сейчас. Секундочку. Не помню, как это называется. Блеск. Я беру, опять же, безымянным пальчиком. Это у меня рабочий палец для мейкапа. Берем вот так. Чуть-чуть совсем. И я люблю показать свои губки. Вот так вот. Совсем чуть-чуть. Мне это очень нравится. Уверена, вам это тоже понравится. Посмотрите, какая прелесть. И можно еще добавить чуть-чуть блеска. Это блеск тоже от Urban Decay. Тоже очень хороший, приятный. Он как бы немножко типа увеличивает губки. Вот так. Видите? То есть чуть-чуть. Прям совсем чуть-чуть. Вот сюда можно на зону своих скул. Щечек чуть-чуть. Вот это люди делают кисточкой. Я люблю это делать пальчиком. Потому что я боюсь переборщить. У меня свои скулы. Я страдаю от этого. Людям нравится. Но мне это не очень нравится. Так что. Вот такие вот губки. Мне уже нравятся. А мы еще не накрасили, не накрасили наши ресницы. Так. Я еще хочу сказать. Вот если вам хочется чуть-чуть, чуть-чуть буквально сделать ваш образ ярким. У меня глаза зеленокарие. Зеленокарие. Вот. Как их сделать более выразительными? Давайте я вам покажу. Вот этот зеленый карандаш. Он от Промотлума. Промотлума. Не помню. Очень хороший. Очень пигментированный. Я беру вот так. Смотрю в зеркало. И свое веко сверху вот так вот провожу. Вот так. Чуть-чуть вывожу. Чтобы видно было этот зеленый наш карандашик. Вот так. Видите? Чуть-чуть буквально. Нам днем не нужен яркий мейкап. Не нужен. Но мы хотим всем показать, какие у нас красивые зеленые глазки. Зеленые. Кому голубые. Видите? Прям совсем чуть-чуть. Вот совсем чуть-чуть. А глаза уже светятся. Глаза уже немножечко стали ярче. Посмотрите, какая красота. Смотрите. Прелесть. Мне очень нравится. Так. Теперь берем вот такое Кико у меня есть. Это тоже очень давно покупала. Так. Мне нужен аппликатор. И я его куда-то делаю. Вот мой аппликатор. Вот такой аппликатор я использую. И я вот так вот беру этот. И чуть-чуть, чуть-чуть накладываю вот что. Мне очень нравится вот этот вид. То есть мы как бы увеличиваем наш глаз. Но прям вот точечно. Прям точечно. Если вы хотите, вы можете чуть-чуть вывести себя. Но это должно быть очень аккуратненько. Не сильно выразительно. Чтобы прям только, видите. Прям у вас совсем чуть-чуть должно быть этого продукта. Этих теней. То есть мы просто увеличиваем наш глазик. Видите. Можно еще добавить чуть-чуть вот сюда. То есть когда вы сейчас накрасите реснички. Вот прям совсем чуть-чуть. Прям совсем чуть-чуть. Вот показываю поближе. Так. Все достаточно. То есть совсем, видите, я использую очень мало продуктов. Мало на лицо. То есть совсем минимум. И это хорошо. На самом деле. Я, кстати, сегодня не использовала такую тоналку. Я ее тоже иногда использую. Вместо вот этой пудры, которую я вам сказала, использую для контуринга. Я использую иногда вот такую тоналку. То есть тогда вообще лицо живое получается. Пудра, она все равно, она не так сильно. Она все равно суховатая. А когда используешь тоналку, лицо прям вот, понимаете, светится. То есть я говорю, я очень мало использую пудры. Поэтому мне нравится вот когда лицо чуть-чуть блестит. Мне нравится как будто, знаете, как натуральная кожа. То есть, ну вот вы видите сейчас. Сейчас как бы практически конечный результат. Реснички сейчас добавляем. И все. Вуаля, вы готовы. Так что, если кто-то хочет, покупайте тоналку чуть-чуть потемнее. Только покупайте обязательно. Чтобы она была достаточно пигментированная. Не full coverage. Такая medium coverage. Но она будет, чтобы она была пигментированная. Не прозрачная. Прозрачные тоналки не покупайте. Сильно жирные тоналки не покупайте. То есть все должно быть умеренное. Я говорю, профессиональная косметика от Криолан. Она достаточно дорогая. Но я думаю, что каждый человек может себе позволить, себе любимый, хотя бы одну вещь приобрести нормальную. То есть обязательно тональный крем. Обязательно консилер. Хороший праймер. Я уверена, очень много праймеров у вас в России, где вы живете, вы можете приобрести. Мне очень нравится Glam Core. Мне нравится очень от MAC праймер. Так что мой любимый Glam Core. Я использую также MAC. Тональный крем сейчас очень мне понравился. От Tarte. Потом Make Up For Ever. Очень мне нравится. Estee Lauder. Очень пигментированный. Очень full coverage. Очень хороший. Но он считается одним из самых лучших. Он получается на целый день. Но в любом случае, вот этот мейкап я могу носить целый день. То есть, если вы аккуратно накрасились, вы будете носить его каждый день. Так, давайте теперь тушь. Тушь у нас Sephora, как я уже говорила. Очень люблю ее. Нормальная абсолютно борца идет у туши. Так, берем. И совсем чуть-чуть. Вот. Совсем чуть-чуть. Я очень-очень аккуратно делаю. Вечером я обычно крашу ярче реснички. Вообще, крашусь я не ярко. Но реснички я крашу ярко на вечер. Днем считаю, что не нужно. Вот. Совсем чуть-чуть. Наклеивать ресницы я не люблю. Поэтому кому нравятся реснички наклеивать, вы можете меня попросить. Я покажу, как их наклеивать. Опять же, я не люблю. Я люблю все свое натуральное. Вот. Нижние ресницы я тоже не крашу. Потому что они отпечатываются. И мне вполне достаточно моих верхних ресничек. Я все вижу. Ну, даже совсем чуть-чуть вы можете задеть. У меня не очень хорошие ресницы, наверное, нижние, наверное, поэтому. Все. Вот так вот. Вот такой вот мейкап у нас сегодня получился. Кому нравится, обязательно пишите. Я буду ждать ваших комментариев. Я только начала свой канал. Сейчас я буду уже с этим мейкапом рассказывать на своем другом канале, как я знакомлюсь на Тиндере, на разных платформах дейтинга. Как я пытаюсь встретить, стараюсь познакомиться с мужчиной, к которому, возможно, у меня получится отношение. Так что, если кому-то интересно, вы можете быть и здесь, и быть там. Комментируйте любые комментарии, приниму, приму. Если есть негативные, расскажите. Я очень спокойно отношусь к критике. Если что-то не нравится, просто не подписывайтесь на меня. Ничего страшного, я переживу. Вот. Спасибо большое за то, что посмотрели. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. Я постараюсь сделать видео как можно чаще. Я еще только-только начала, и мне немножко... Я немножко стесняюсь. Так что давайте, поддержите меня. Ну, и если вам не сложно, поставьте обязательно тысячи лайков. Мы начнем с тысячи. Вот. А дальше будем набирать эти лайки и будем смотреть, что из этого выйдет. А я буду рассказывать про жизнь в Дубае. Вот. Живу я здесь 25 лет. Так что давайте дружить. Так что с вами была Юлия. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok